В чём вред рафинированных продуктов? Мы так привыкли к рафинированному растительному маслу, сахару и муке высшего сорта, что уже не задумываемся о том, что на рафинированные продукты в супермаркете мы обмениваем своё здоровье. О проблеме очищенных продуктов мы поговорили с врачом-терапевтом. Что и для чего? Рафинирование — это технологический процесс, который применяется для очищения или улучшения каких-то качеств продуктов. Например, рафинированный сахар быстрее растворяется, а рафинированная мука выглядит привлекательнее. Да и есть хлеб из неочищенных зерен органолептически менее приятно, нежели белую красивую сдобу из рафинированной муки высшего сорта. Рафинированный рис, так же, как и зерно, из которого производят муку, лишён оболочки и внутреннего ядра, вследствие чего срок годности рафинированных продуктов увеличивается. Рис хранится дольше, хлеб, приготовленный из рафинированной муки, долго не портится. Таким образом, рафинирование продуктов всего лишь экономически выгодный ход. Такие продукты привлекательнее на вид, вкуснее, дольше хранятся. В наших спермаркетах встречаются такие рафинированные продукты — мука, сахар, злаковый, растительное масло. В чём опасность? Нерафинированное подсолнечное масло по цвету ближе к коричневому, при поджаривании пенится, ароматное. Не все любят этот запах, да и при кулинарной обработке такое масло неудобно. При этом вещества, которые есть в составе нерафинированного масла, значительно укорачивают срок его годности. Для увеличения срока годности при рафинировании из масла забираются полезные микроэлементы, большинство витаминов группы Е и О, которые приводят к быстрой порче продукта. Но эти же витамины и микроэлементы являются антиоксидантами, входят как строительный материал во многие клетки, участвуют во многих процессах в организме. Забирая естественные витамины и микроэлементы, некоторые производители добавляют в масло синтезированные, чтобы и продукт не портился, и витамины в нём присутствовали. Но синтетический витамин всасывается не так, как природный, по-другому в организме себя ведёт. На искусственные витамины и микроэлементы возникает больше аллергических реакций, они не играют в обмене такой важной роли. В шелухе злаковых содержатся в основном витамины группы В. Они участвуют в кроветворении, в гормональном обмене вместе с витаминами группы Е. С риса и пшеницы очищается шелуха, в которой много пектинов, или грубой клетчатки, к которой кишечник человека приучался многие века. Волокна, попадая в кишечник, несут на себе функцию сорбента, который выводит из организма токсические продукты. Клетчатка, попадая в организм, притягивает к себе воду и способствует правильному сокращению кишечника. Это особенно важно для тех, кто страдает запорами, и таким людям рафинированные продукты есть нельзя. Клетчатка также является питательной средой для наших доброкачественных микроорганизмов. В то же время при рафинировании забирается из продукта клетчатка, а вместо нее остается лишь крахмал. В свою очередь углеводы, которые содержатся в крахмале, являются фоном, на котором развиваются злокачественные бактерии, они усиливают процесс брожения и гниения в кишечнике, особенно у тех людей, кто принимает антибиотики, у кого есть нарушение природного обмена, у больных с сахарным диабетом. По этой причине растет число заболеваний дивертикулезом, при котором за счет малого количества клетчатки ослабевает перистальтика кишечника и образуются дивертикулы. И в рисе, и в пшенице содержатся растительные белки. Они снабжают наш организм незаменимыми аминокислотами, альбуминами, которые являются важным строительным материалом для организма. Употребляя очищенный рис и хлеб из рафинированной муки, мы лишаем организм этих полезных веществ. Типичный завтрак, в который входит рафинированный белый хлеб и чашка чая с рафинированным сахаром, открывает дорогу к нарушению углеводного обмена, к повышению сахара в крови, в свою очередь, к избыточному весу и сахарному диабету. Сахар – продукт обработки сахарной свеклы или тростника. При рафинировании сахара из него убираются полезные вещества, которые были в свекле, в частности солод, содержащий пектины. Чем заменить? В природе рафинированных веществ не существует, и человек из древли. Эволюционным путем приспосабливал свою пищеварительную систему к тому, что есть в природе. Поэтому, чтобы сохранить здоровье, важно выбирать неочищенные продукты. И выбор таких продуктов на прилавках спермаркетов довольно большой. Хлеб употребляйте из муки грубого помола с добавлением цельных зерен. Помните о том, что сдоба, к которой относится и белый нарезной батон, это не хлеб каждого дня. Сдоба может быть десертом и употребляться один-два раза в неделю. Рис должен быть нешлифованным. Это единственный рис, который разрешен пациентам с избыточной массой тела. Любые рисовые диеты касаются именно этого дикого риса, и нельзя переносить рекомендации диетологов на рафинированные продукты. Растительное масло также можно найти нерафинированное. Если для кулинарной обработки неочищенное масло использовать некомфортно, употребляйте для заправки салатов. Каши первых блюд растительное масло холодного отжима, оливковое, кукурузное, подсолнечное. К сожалению, у нас небольшой выбор нерафинированного сахара, да и цены на него довольно высокие. Чем желтее сахар, тем больше в нем солода. Такой сахар тяжелее растворяется и образует при растворении пенку, но зато он несет больше пользы для здоровья, нежели рафинированный. Внимание! Если вы приобретаете нерафинированные продукты, следите за сроками годности. Мука при истечении срока годности становится горьковатой на вкус и теряет свои целебные свойства. Подсолнечное масло также становится прогорклым. Присоединяйтесь к сообществу. Будьте первыми, кто узнает, когда мы публикуем новый контент. Ваша поддержка поможет нам создавать еще более классный контент. Нажмите на кнопку подписки, поставьте лайк этому видео и оставьте полезный комментарий. Ваша поддержка значит для нас многое. Удачного дня!